Hello to everybody! Welcome to my channel! Возможно, что-то не покажу, потому что где-то это не попалось ни на глаза. Но! Начнем сразу с покупок аксессуаров. Их было не совсем много, они все очень нужные и полезные. И один из таких аксессуаров, это чехол для телефона, вот с такой веревочкой. Кто помнит, при появлении первых телефонов, тогда еще были, знаете, такие тоже чехлы, которые одевались на раскладушки у телефона, или простые телефоны. И у них вот здесь вот петелька была, куда можно было зацепить шнурочек. И эти шнурочки были очень супер популярные. Сейчас их просто я вообще нигде не вижу. А раньше такие шнурочки были супер популярные, молнии и всякие цепи и так далее. Ну, в общем, сейчас это все опять возвращается, только это вот уже вот так выглядит. Купила я этот чехол на Амазоне, он силиконовый, очень качественный. Я, может быть, не совсем хотела, чтобы это была веревка, потому что она марается. И еще у веревки, у веревки, по крайней мере, есть преимущество. Если бы это была цепочка, то это бы обязательно зацеплялась, это волоса и так далее. В общем, цена этого чехла не такая уж большая, 40-45 дирхам. Все ссылочки, сразу говорю, все ссылочки на покупки, которые я сделала, если это будет возможно, конечно, я оставлю под видео в информационном блоге. Поэтому, пожалуйста, не заглядывайте, не пишите мне лишний раз, сколько это стоит и так далее. Я всю информацию, по крайней мере, о ссылках на этот товар я оставлю внизу. Сразу скажу о том, когда меня спрашивают, сколько стоит та или иная вещь, почему я не говорю. Потому что в вашем городе это может стоить совсем по-другому. Или где-то онлайн, может быть, вы найдете. Поэтому просто не поленитесь, загляните онлайн, забейте в строке название модели и посмотрите, сколько она стоит. Вот и все. Так, следующий аксессуар, это вот такое портмоне из материала. И это тоже было выписано мной на Амазу. Нет, это было выписано на Асос. И здесь не просто портмоне, это для, портмоне хорошо для путешествий с собой брать, потому что сюда можно паспорт положить, сюда можно положить карты банковские, там, или визитки. И здесь встроен пауэрбанк. Вот, пауэрбанк, вот с проводочком. Но проводочек, конечно, он шел сюда, наверное, не предназначен, потому что здесь должна быть ручка, я так думаю. И я его еще не испробовала, я просто зарядила пауэрбанк. Но, по-моему, это очень хороший вариант и очень компактный вариант, вот так выбирать с собой куда-то в путешествие. Сколько стоит, не помню. Следующий, это, следующий аксессуар, это вот такой кошелек Kate Spade. Не просто кошелек, сюда также можно положить телефон, он сюда вот может влезти. Вот, также телефон может вот сюда войти. Вот, я бы сейчас вам продемонстрировала, но, к сожалению, телефон у меня стоит в виде камеры. Значит, сюда можно тоже телефон, сюда можно, в общем, кучу всего, кучу всего денег и так далее. И он еще, как вот, знаете, такой кладчик носится на руке. Вот. Очень нравится мне расцветка. Причем здесь, если вы посмотрите расцветки Kate Spade, здесь представлены все цвета, которые будут очень модны этой весной и летом. Вот такой вот. Вот такой коллажек из цветов. И еще один аксессуар, аксессуар для бьюти. Вот такие вот ролики с разными камнями, очень сейчас супер популярные, я выписала его на Asos. Сейчас, что я делаю, ну, я покажу вам, конечно, на своем лице, хоть у меня и макияж. Я обычно, когда наношу свою сыворотку после завершающего этапа, даже, это может быть и маска, только не маска, которая глиняная, например, да, а это может быть тканевая маска. И после того, как вы снимаете маску, у вас остаются следы самой маски на лице, вы просто вот так вот, вот такими движениями, все это дело по направляющим, вот так вот вводите этим роликом. Поверьте, это очень приятный массаж, я это делаю и на шею, вот такими, вот этим вот маленькой стороной я делаю здесь носогубные складочки, я делаю под глазами. Нос не забывайте обязательно массировать. В общем, пока она еще холодненькая, вот тоже очень приятно все это делать и разглаживать, разглаживать комочки. Так, дальше не аксессуар, а уходовое средство, это уход за волосами, так как у меня волосы светлые, то, наверное, блондинки сталкивались с этой проблемой, чтобы убрать желтизну с волос, чаще всего нужно использовать шампунь с такого сиреневого оттенка, да, но не все эти шампуни эффективны. У меня Goldwell фирма, Goldwell Blondies and Highlights. Я использовала этот шампунь уже и кондиционер в маленьких упаковочках, я выписывала, наверное, месяца два назад, тоже на Амазоне это все выписывала. На сегодняшний день мне пришел только шампунь, вот такая большая уже прям литровая банка и чуть попозже будет еще две посылки. Вы не представляете, я только села делать видео и постучался курьер и занес еще две посылки, и я подозреваю, что во второй из них как раз будет бальзам, ну или кондиционер. Вот, поэтому я уже проверила это все на своих волосах, я не каждый, не каждый раз моюсь этим шампунем, но где-то два раза в неделю обязательно. Вот, а на каждый раз, на каждый день у меня обычный шампунь, вот, я его использую. Вот, так что девочки, у кого светлый волос, если вы все еще ищете и не нашли свое средство, попробуйте, очень-очень эффективно. Так, ну, пока переходим, плавно-плавно переходим к покупочкам одежды и обуви, и начнем, кстати, все, что мы сегодня купили, я постараюсь, я постараюсь все это примерить и сфотографировать, сфотографировать и отдельно вставить в видео такие вставочки, картинка, как в картинке, и показать вам, потому что я сама знаю, как это, знаете, прям, аж прям нудно иногда смотреть, просто, когда показывают в руке вещи, и ты не знаешь, как она сидит, ну, как бы не представляешь, да, вот, скажу сразу, что я не буду совсем делать микс, прям, как я это ношу, я просто буду одевать на себя вещь, потому что иначе это видео затянется надолго. Так, покажу сразу такую летнюю покупку, все ссылочки, повторюсь, еще раз будут внизу, летняя покупка, это что? Купальник. Купальник. Вот такой вот купальник в виде, раздельный в виде топа и трусиков, значит, это барбри, значит, вот так это примерно все сидит, да, пятнышко, просто кто-то уже мерил, собственно говоря, вот, вот такой топик и вот такие вот русики, все еще у меня с этикеточками, не на сталочку, купальник. Цен нету и не будет, будут ссылочки на этот товар внизу, вот, собственно говоря, вот так это все выглядит. Хорс Ферри, Лондон, здесь у нас что? SW1, Барбри, и здесь просто топик, он без всяких закрывашечек, здесь тоже есть этикеточка, вы видите мой сайз L. Груди большие в семье, ну это не грудь в семье большая, это кость широкая, в общем, у кого кость широкая, ставьте лайк под видео, посмотрим, сколько у нас. В общем, купальничек Барбри скоро будет красоваться на мне. Давайте пройдемся по обуви, сейчас Машуля мне будет подавать, и я буду вам показывать. Значит, первая пара обуви это Reg and Bone New York. Вот такие босоножки, по-моему, я где-то, может быть, уже показывала, вот такие, вот они необычные, но при этом такие, знаете, повседневные цвета, и при этом цвета, которые можно сочетать с любой одеждой, по-моему, вот насколько я это делаю. Вот так это все дело застегается, очень просто, вот так на пяточку, вот здесь это вот так, вот такой каблучок, очень устойчивый. Вот, и здесь тоже, смотрите, вот так вот, с такими гвоздиками маленечко пробито, но на самом деле это просто как украшение. Вот так это смотрится, я их уже носила, очень устойчиво, очень хорошо ходить, особенно, так как вот здесь на Марине, до самого метро, и чуть дальше сделано в виде такой мостовой, знаете, плиткой, и носить, конечно, туфли на шпилечке очень-очень неудобно. А вот такие каблуки само-то. Вот, я их выписывала тоже онлайн. Сейчас, кстати, в Дубае можно выписывать с американских сайтов Border Free, все это называется, и очень многие американские сайты теперь доступны для заказа онлайн в Дубае. Так, следующий, следующая, следующая тоже поношенная обувь уже, это кроссовочки Dolce & Gabbana. Да, уже немножко поношенные, у нас был как-то портрет, ну, в общем, Dolce & Gabbana. Я выписала тоже на одном из сайтов, когда увидела, что у него была скидка, на него скидка была 1000 дирхан, не помню, сколько они стоили уже, ну, в общем, скидка была, по-моему, 40% или 50%, и я выписала вот эти кроссовочки, вот с такой пяточкой. Я хотела с черной, знаете, черной-белой, потому что костюм, который подарил мне Ахмедушка на Новый год, вы помните, да, он черно-белый, и я думала, что, ну, черно-белый тоже будет хорошо смотреться, плюс черно-белый сочетание классическое. Но черно-белый, к сожалению, не было, были только вот такие с розовой пяточкой, и вы знаете, у них есть недостаток у этих кроссовок в том, что вот это вот розовое, то, что внутри, оно, если одеваешь белые носочки, пятка, готовьтесь, пятка будет розовая. Вот красится, я не знаю, должна ли кожа так краситься, но, в общем, красится. Они очень суперудобные, они очень хорошо держат форму, мне это очень нравится, что форма у кроссовок, она вот здесь не гнется, как обычно, да, изгибы появляются, и вообще вот, вот просто вы одели, и ножка очень хорошо держится вот в этих кроссовочках. Очень мне нравится, вот, так что, Dolce & Gabbana forever. Следующая пара обуви вызвала, оказывается, много вопросов. Люди мне прислали фото моих скринов с лифта, с улицы, с работы, когда я делала в Instagram маленькие видео. Мне прислали и спрашивали, Лена, где вы купили эти красивые босоножки? И вот они, эти босоножки, о которых идет речь, это вот такие вот босоножки, это Zara. Это Zara, и насколько я сейчас смотрела, их уже нет. Они были в нескольких цветах, и я купила именно белые, у них очень удобные, вот несмотря на то, что такой узенький каблучок, он очень устойчивый, и они очень удобные. И, вы знаете, они так красивые, вот, в счет того, что вот здесь эффект, как, знаете, такой пуфик, да, вздутый, кажется, пуховики так обычно делают, то это придает еще больше шарма вашей ножке, и мне даже директор сделал комплимент, что ему очень понравились эти туфли, босоножки. Есть такие сумки, кстати, еще в Zara, и сейчас есть еще доступные вот такие босоножки, только с открытым носочком. Ну, мне очень нравится вот этот вот остренький носик, поэтому эти босоножки, ну, в принципе, в Дубае их можно вообще круглый год носить. Красота. Итак, это вот эта вот пара кроссовочек, это Steve Maiden, Steve Maiden, и они были куплены мной на Asos, там просто была до 70% скидка, и вы знаете, по-моему, они 100 с чем-то дирхам всего стоили, и посмотрите, какие они красивые, они тряпочные, и они дышащие, то есть здесь прям, если видно, прям вот видно, что ткань дышит, и мне нравится, что их не надо завязывать, по-моему, это многим людям сейчас нравится, что ты просто оделась, надо тебе затянул, не затянул, ну, в общем, и они вот такие вот желтенькие, красивые, и у них такая вот маленькая грубая подошва, очень нам нравится, Маша прям влюблена в них, вот так вот они смотрятся, видно? Вот, и я купила их не просто так вот одни, а купила также сумочкой Nike, которая была тоже на распродаже на Asos, смотрите, какая она яркая, здесь столько много кармашков, вот один кармашек, внутри есть еще один кармашек, еще кармашек есть вот здесь, и мне кажется, вот я подозреваю, что вот этот кармашек, который вот здесь, он для ноутбука, вот, и все это дело вот так вот красиво застегивает, и вот такие вот красивые ручки, в общем, эта сумка не только для спорта, я думаю, что и для путешествия она пригодится, но и в сочетании, скажу, вот с этими кроссовочками, по-моему, очень красиво сматывается, вот такой вот прям летний вариант уже. Следующая пара обуви, это Ахмедушки, Ахмедушка, it's for you, you know, I cannot keep myself, and stop to think about you, especially when I see something nice, and I immediately connect this with you. So, значит, следующая пара кроссовок, это для Ахмедушки, беленькие, с сербиками, вставочками, вот такая красота. Я не покупала ему ничего из одежды, он приедет, и обязательно что-нибудь обновимый ко мне гардеробик, гардеробик к весне или к лету, потому что я не знаю, какой у него размер. Вот он приезжал зимой, он немного поправился, на килограмм Маша показывает, на килограмм 5-6 он поправился, и вы знаете, Маша показывает 10, не могу. И, знаете, мы не стали ничего сильно покупать, и он сказал, что я обязательно сброшу, я обязательно сброшу. Ну, в общем, пока он там борется с лишним весом, мы здесь просто покупаем пока ему обувь или какие-нибудь духи, аксессуары, вот такое, чтобы он приехал, и вот ждали новиночки, чтобы он знал, что мы думаем о нем. Вот такие вот кроссовки, это бренд Винчи, вот так вот он называется. Вот, это бренд Винчи, и они очень красивые, посмотрите, как они красиво сделаны, и у них, мне кажется, такая мягкая-мягкая супер-посадочка, прям вот, я не знаю, вот здесь прям такое ощущение, что прям там пена какая-то, ну, надеюсь, они им подойдут, и он будет их носить. И да, они не пахнут, это очень главное. И это прям совершенно еще новое, вот у них всегда есть пыльнички, поэтому, кстати, вот о пыльничках Винчи, у них такие плотные, как будто из канвы, да, такие пыльнички, на которые прям можно вышивать, мне кажется, крестиком, очень такая плотная хлопковая ткань, чего не скажешь о Гуччи, которые я в последний раз купила, да, конечно, на пыльниках они экономят. Пыльники, наверное, делают в Китае, как всегда, и там, конечно, почему-то решили делать и синтетики пыльники. Ну, ладно. Значит, так, это что у нас, 9М, 42 размер, ну, в общем, ждет Ахмедушку. Следующая пара обуви была куплена специально как раз вместе, я их уже носила, в аксессуару кошелечку, где он тут у меня, который я показывала, вот это вот Кейт Спейт, и вот такие вот локеры. Мюли, мюли, это давайте правда говорить, мюли, они, конечно, качество у них, конечно, оставляют желать лучшего. Вот эти вот изломы, переломы, изгибы и так далее, ну, в общем, я буду их одевать, знаете, так, но это не моя любимая пара, потому что, во-первых, они не держат форму, они прям вот так вот расширяются, и нога уходит ходуном. Вот, они вроде такие миленькие, вот с такими вот, это, наверное, Кейт Спейт, знаете, значки всякие, вот такие вот дизайн, узнаваемый, но форму они, из-за того, что форму не держат, посмотрите, как они сильно измялись, я разочаровалась, конечно, в них, вот, ну, буду одевать изредка, с какими, вот я, кстати, их носила, по-моему, мы ходили на, я их одевала, да, по-моему, на рисование, когда мы ходили, лаванду рисовали, я как раз была вот в этих, тапки, тапки я их называю, вот, следующая пара обуви, которую вы уже видели, я уже показывала ее отдельно в видео, поэтому сильно не буду заострять внимание, я в них уже ходила вчера на работу, я их перешнуровала, ну, и, кстати, вот то, о чем я вам говорила, вот, знаете, такая ткань, она даже, ее неприятно в руках держать, пыльник этот, он какой-то вроде плотный, но при этом, так шелестит, ну, в общем, Гуччи, ну, пожалуйста, сделайте нормальные пыльнички, ну, Винчи же сделали, ну, почему Гуччи не могут сделать, ну, в общем, тут два пыльника, тут были запасные шнурки, тоже синие, могли бы белые сделать, ну, в общем, и вот эти кедики, которые я уже носила, они мне очень нравятся, кто-то писал, что, носите на здоровье, кто-то писал, что, боже мой, старые какие-то выглядят, и так далее, это в этом и смысл, что это, знаете, это какой-то back in the USSR, как будто мы возвращаемся в СССР, вот эти вот кеды, такой вот, возврат к 70-м, к 80-м, скорее всего, да, к 80-м, ну, это, не знаю, мне они очень нравятся, и мне нравится, что они, вот здесь вот дышащие, то есть здесь вот эти две дырочки, не знаю, очень мне нравятся, была бы у меня возможность, я бы купила и другие две пары, и с Микки Маусом, и так далее, вот дай бог будет такая возможность, обувь я люблю хорошую, вот когда покупаешь какую-то обувь, вкладываешь в нее свои средства, и душу свою, и приходит, и ты разочаровываешься, в этом, конечно, ну, в этом есть разочарование, правда, ну, думаешь, ну, как, ну, вот, не должен, да, бренд, пускать вот такую некачественную обувь, вот, но я думаю, это разочарование не только у меня, так, что мы дальше давай переходим, дальше мы переходим к одежде, значит, вот такие вот, оверсайд штанишки, я бы их назвала, конечно, мам джинс, но это не джинсы, это вот такие штанишки на кулисочке, это из Масима Дути, в последнее время я разочаровываюсь в качестве, ну, Масима Дути на 50, знаете, покупаю вещи, вот из них половина, я разочарована в качестве, сейчас объясню даже с этими штанишками, что не так, ну, вот посмотрите, какая завязочка, видно, посмотрите, это, это при том, что я их один раз постирала, и, собственно говоря, один раз одела, ну, ну, не должны, да, они были на распродаже, да, там, вроде как подвернуто все аккуратненько, нету ниток нигде, но, когда они так оттягивают коленки, и буквально, вот ты их одеваешь, они вроде как вначале такие по фигуре, а к концу дня они просто-таки овер-оверсайз, и выглядят, как будто это, я не знаю, как будто я с кого-то сняла большущие штаны, одела, и, не знаю, и в туалет все в них сходило, в общем, вот такие вот штаны, стараюсь показать им, как они выглядят, это чистый хлопок, ну, вот, купила их на распродаже, вот, сейчас, практически сейчас, я покажу все вещи, которые я купила на распродаже, потому что, ну, была распродажа, вы знаете, да, долго длилась, так, кое-что пришлось гладить быстренько, специально к этому видео, потому что это было постирно, и лежала на гладине доски, ждала своего этого, следующая блузка, вы меня уже видели, я просто люблю эту блузку Zara, you are the best, sometimes, да, иногда в Zara очень хорошие вещи можно найти, особенно вот такие базовые цвета, и, собственно говоря, базовые модели, но, это может быть не совсем она базовая, потому что, если вы видите, у нее такой спускающийся рукав, вот, она такая вся оверсайз, но если вы вот переднюю часть заправлять в штанишки, то смотрится она потрясающе, и она очень со многими вещами комбинируется, включая вот эти вот штанишки, вот, то есть, сейчас я примерно покажу, если тут можно видеть, вот, то есть, вот так это все можно комбинировать, вот, я носила эту блузочку уже и на работу, так, Машенька начинает убирать уже все, правильно, доча, так, следующая вещь, опять же, это Масима Дути, он чуть не видит, это Zara, Масима Дути, за Ромасима Дути, Гуччи, Гуччи, это пиджак, это пиджак, он не совсем оверсайз, но он и не приталенный, и этот пиджак очень понравился тоже Машульке, но не было ее размера, был последний мой размер, и, собственно говоря, он вниз и подошел, он теплый, я его здесь носила с шелковым топом под низ, с брючками, причем, кстати, и с этими брючками их тоже можно носить спокойно, вот, сочетатель, не знаю, видно, нет, вот, можно носить и с бежевыми брючками, я, кстати, их не показала, они у меня тоже новенькие, и тоже из Zara, вот, с бежевыми брюками, они прям вообще, вот этот пиджак хорошо смотрится, но он, в принципе, и с черным, и с синим, и с джинсами хорошо смотрится, такой, знаете, вот тоже базовый пиджак, очень хороший, поэтому, он удлиненный, у него такие два кармана больших, я, я прям очень люблю, Масима Дути, в этом ты меня порадовала, Масима Дути, так, следующий костюм, костюм, я очень люблю костюмы, это Zara, собственно говоря, это пиджак, и это брюки, и они немножко растянулись на мне, немножко растянулись на мне, что пиджак, что брюки, я не знаю, ну, посмотрим, может быть, я чуть-чуть схуднула, может быть, why not, но, в общем, пока, пока не схуднула, в общем, буду носить их еще, вот, вот такой вот, у меня, если помните, кто смотрит часто мои видео, я покупала к своему дню рождению, от, теории, по-моему, костюм, такой, шелковый, вот, тот тоже такого же цвета, ну, мне очень нравится такой цвет, поэтому, особенно, обожаю такой цвет, с черным топом, очень красиво смотрит, с черным шелком топом, следующий пиджак, тоже из Масима Дути, тоже куплен на распродаже, такой вот, знаете, он, я еще не знаю, сейчас из какой ткани он сделан, и я, наверное, смогу ли я вам интересно сказать, смогу, я обычно обрезаю, знаете, все, так, что, написано, Испания, 67% шерсть, и 28% полиамид, и 5% файбер, в общем, он, такой, голубо-синий, действительно, такой, теплый пиджак, можно назвать его классическим тоже, у него здесь вот есть разрезик, я его тоже носила здесь, как верхнюю одежду, в принципе, сочетается со всем, с черным, с бежевым, с синим, с зеленым, совсем-совсем, у него есть подклад внутри, очень все красиво подшито, пиджаки, вот такие, которые классические пиджаки, недешевые, в Масима Дути, они очень довольны, приличного качества, вот вещи, которые чуть подешевле уже, и тоже вроде как смотрятся на манекенах хорошо, но понимаешь потом, что качество, конечно, оставляет желать лучше, здесь написано, что made in Romani, сделан в Румынии, но не знаю, кстати, а вот этот пиджак где сделан, а вот этот пиджак сделан в Порцугал, в Португалии, вот, очень много вещей в Масима Дути из Турции, следующий момент, следующий, это вот такая футболочка, мы ее покупали, по-моему, еще когда мамулечка, здесь была, это Kinzo, у нее красивый такой верхний обычный, вот его можно до конца вот так застегнуть, вот, я в ней уже была на одном из видео, пока больше не одевала, вот такая вот она хорошенькая, красивенькая, можно вот так вот отгибать воротничок, можно ее закрыть, ну, в общем, вот такая вот она нежненькая, красивая, беленькая, и очень довольно-таки плотный хлопок, вот, покупала я ее, кстати, здесь, да, мы ее покупали здесь, по-моему, в Блюмингдейлс, по-моему, а может быть и нет, ну, а, мы ее фестивал Сити покупали в Робинсон, в отеле Кензо, так, еще одна покупка была сделана давно уже на сайте онлайн, по-моему, либо Май Тереза, либо Матчис Фэшн, ну, в общем, это Сент-Лоран, вот такой вот цветшот, очень красивый, такой нежный желтый цвет, вы могли уже меня в нем видеть, очень красивый, не только цвет, очень хорошая ткань, вот здесь вот резиночки как будто немного выбелены, если вы посмотрите, да, как они отличаются от основной ткани, вот, а внизу, это вот, знаете, как махровое полотенце, очень такой качественный материал, и, в принципе, минимализм, он просто желтый, и здесь такая скромненькая надпись Сент-Лоран, я купила его тоже большой скидкой, сейчас скажу, с чего он тут сделал, так, тара-та-та, 100% Коттон, Made in Italy, это, наверное, у меня первая вещь, которая, наверное, которая из бизнеса, сделана в Италии, ну, кроме Гуччи, Кракет, вот, так что, итальянское качество, это респект, это всю жизнь, респект, вещи в Италии, если мы даже будем говорить не о кричащих марках, каких-то люксовых марках, а именно просто итальянская вещь, ты уже понимаешь, что это качество, вот, так же, наверное, как японская вещь. Так, мои покупочки закончились, покупочки Машенькины, Маш, может быть, ты сама сядешь, поговоришь? Нет? Я снимаю, я опираю. Так, ну, вот, буквально недавно пришло, пришло вот такое джинсовое платье для Машульки, она его уже примеряла, одевала, красиво очень в этом платье, это, по-моему, Левайс, да? Да, это Левайс, Шри-Ланка, вот, значит, оно с карманами, оно коротенькое, то есть оно до колен, до середины даже колена, вот, вот такое вот джинсовое платье, и к нему идет вот такой вот ремешок, ремешок кожаный, очень нежно и красиво смотрится, это мы на Асос выписали, да? Дальше, у Машули есть с Масима Дути набор, тоже мы ей купили на распродаже, но это как бы не набор, конечно же, это все по отдельности, но мы скомплектовали ей, вот такой вот красивый полосатый свитерок, тоже такой актуальный беж, классика уже сейчас стала на все времена, вот здесь вот такие вот красивые пуговки, по бокам, да? Такие вот, очень красивые свитерочки, очень ей этот цвет идет, и к этому свитерочку мы брали вот такие вот брючки, вот, знать бы еще сатиновые ли они, или шелковые, кстати, брючки написано Made in China, здравствуй China, 55% хлопок и 40, а, 40% вискоза и 5% others, ну, в общем, хлопок с вискозой, будем считать, что это из натуральной ткани, все-таки штанишки, они здесь мажут такие заломы, на этом их надо вешать на прищепочке, вот, надо не на глажечку, сейчас вот такие вот нежненькие, легенькие, очень красивые, машульки, так идет этот цвет, да, по-моему, такой бежевый цвет, всем идет это, вот, вот такие вот, вот такой вот набор, так, следующее, что мы смотрим, вот к этим же опять штанишкам, вот к этим же опять штанишкам, которые вот я вам сейчас показывала, очень подойдет, правда, одна его еще не носила, это я выписала онлайн, это вот такой вот пиджак в клетку, от Tommy Heilfinger, вот, здесь такие вот подлокотнички, прям вот, я не знаю, ну, это такой стиль, наверное, какой-то британский, да, больше можно сказать, клетка, подклад такой красивый, прям вот, такого вишневого, темно-вишневого цвета, и что здесь написано, Made in Vietnam, во Вьетнаме, от Jido Jichok, вот, он не длинный, он такой обычной, средней длины, и очень красиво он смотрится с джинсами, очень красиво он смотрится вот с этими штанишками, Маша просто пока его еще не носила, здесь такой красивый значочек, от Tommy Heilfinger, вот, и, в принципе, сам пиджак, очень качественно сделан, так что, сразу представляете, что Маша будет в этом пиджаке, на уши, просто я когда вижу вот это, ну, мне нравится этот стиль, мне сразу хочется такие сапоги до колен, шлем, в общем, может быть, только у меня такие представления, и еще одна машина вещь, это тоже было куплено в Масима Дути, на распродаже, вот, мы купили, помните, там много очень вещей принесли, продукты покатали, и многие мне писали, ну, что же вы там купили в пакетах из Масима Дути, вот эти вот вещи, я показываю вам, сейчас мы купили, вот такая вот тоже выбеленная, она голубо-серая рубашечка, больше, наверное, серый даже уходит, светло, да, серо-голубой, на кнопочках, вот, очень хороший материал, очень хорошее качество, машинки размер S, и что у нас тут, где это сделано, не скажу, потому что не вижу, так, ну, давайте, найдите мне, 100% хлопок, бамбуки, бамбуковый хлопок, так, не написано, Made in Turkey, это, кстати, вот, вверху написано, Made in Turkey, то есть, это у нас Турция, скоро, Турция, жди меня скоро, в общем, вот такая вот тоже красивая вещь, и она тоже идет, что вот с этими бежевыми штанами, что с джинсами, что с белыми штанишками, какие там у тебя еще есть разные, да, в принципе, они со всеми цветами, рубашка джинсовая, это must have во всем гардеробе, во всем, во всех, можно и носить как, просто накинуть, как пиджачок такой, да, то есть, если под ней садить футболочку, или топ, кроп-топ, а можно носить и застегнуть ее, как отдельный элемент, вот, это, что касалось одежды, как видите, не совсем много, до столько времени, дело в том, что некоторые вещи, если я выписываю, и у меня вот коллеги на работе тоже видят, что вот Лена, там столько посылок к тебе приходит, но, ну, 30-40% я возвращаю обратно, потому что, я вот смотрю, если мне это не нравится, или там качество, или размер не подошел, цвет, вообще, может быть, там какая-то поношенная уже вещи, я просто-напросто и возвращаю, и я уже говорила, что я выбираю те магазины, где возврат делается бесплатно, вот, кстати, о магазинах, давайте сразу скажу, о магазинах, в которых я заказываю вещи, список этих магазинов, я оставлю под этим видео, поэтому, я единственное, что я не обещаю вам, что это будут магазины, все с доставкой в Россию, но это, по крайней мере, ну, большинство из этих магазинов, будет доставка в Россию тоже, вот, я знаю, что в России сейчас изменился лимит, на ввозимые товары, у вас повысилась таможенная после, так что обязательно, обратите внимание на это, когда заказываете там товары из-за границы, выгодно ли это теперь делать, или проще купить это будет в России, ну, что, а теперь настоящая распаковочка, распаковочка тех двух посылок, которые пришли буквально, буквально вот, когда я начала снимать видео, оуу, амазон, амазон, и я это подозреваю, что это кондиционер, как раз сегодня, сегодня я это все испробую, протек тоже протек, а, шампунь тоже, кстати, пришел ко мне примерно вот так же, они вот до конца, вот здесь, вот даже наши, понимаете, кробочка, она вот ездит, то есть они не закрывают ее до конца, там она не внутри вытекла, но все равно желтая, желтая, в общем, это анти-йеллоу кондиционер, кондиционер, собственно говоря, я уже говорила, да, что это против желтизны волос, вот, и все, и последняя посылочка, Машки, ууу, такая большая, но что-то здесь должно быть небольшое, да, здесь прям вот, это Амазон, здесь должны быть тапочки, нет, какие тапочки, здесь должна быть обувь, тапочки написано, сандал, сандал энд джинс, так, это, кстати, посылочка с Америки, с Америки, с сайта, где всегда круглый год распродажи, еще и плюс, они и по дням устраивают какие-нибудь распродажи, это вот такие вот пакетики, и так, пара-барам, пара-барам, и здесь у нас босоножечки, босоножечки, и они тоже такие нежные, красивые, то есть, конечно, что они нежные, такой ядовитый цвет, желтый, вот, вот такие вот, но их так приятно держать, у них такая кожа мягкая, приятная, вот такой вот цвет, вот так вот они будут смотреться, вот эти вот переводички, ой, красота какая, посмотрите, вот, они очень, мне кажется, будут хорошо смотреться, сочетаться с тем платьем, которое, помните, видео Машенька Мерила, Тиба, по-моему, называется бренд, в общем, да, в принципе, и с белыми, и с черными, и с зелеными, и с синим, и с красными, ой, я знаю, красота, я хочу быстрее померить, и джинсы, 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 7 All Mankind, это обычные такие джинсы, они такие прям стретчи, то есть, видите, прям хорошо тянутся, вот они стретчи, вот так вот называется, от бренд, у меня уже были одни джинсы, я Машеньки, по-моему, дала от этого бренда, и да, это такие обычные, классические джинсы, ничего, немножко заушенные внизу, может быть, даже это Мам Джинс, High Waist Slim Джинс, а, Slim, все-таки они Slim, но у них очень высокая посадка, поэтому это мне очень нравится, вот, в принципе, машинка, в принципе, это все, девочки, мальчики, это все наши покупочки, наверное, не все, я буду не честна с вами, я скажу, что это все, но, по крайней мере, это большинство покупочек, которые, да, у Маши на ней еще есть костюм, я сейчас вижу домашний, домашний, там веревки эти висят сильно, домашний костюм, который мы ей выписали, тоже спасалась, Asos, вот так вот он выглядит, сейчас она к вам повернется передом, задом и так далее, вот такой вот он свободный, разгильзянский, по-моему, само то для дома, и она просит меня выписать ей что-нибудь еще такого же, ну, домашнее, вот, я тоже люблю, кстати, дома ходить в таких вещах, ну, все, в принципе, на этом все, у меня уже практически заготовилась вся еда, пока я снимала для вас это видео, что, что, что еще у меня должно прийти, ну, в общем, все, что будет приходить дальше, я вам покажу, у меня, задавали мне вопрос под одним из видео, чтобы я сказала, что мы, ну, что мы покупали много техники, и что мне из этой техники нравится, что не нравится, что мы покупали, мы покупали, вот, показывали вам пылесосы, мы покупали соковыжималку, мы покупали, ну, что мы еще покупали, нет, не технику, которая электронная, для дома техника, соковыжималка, и сказала, в принципе, все, и я к нему же, а, покупали для зависти, вот, типа, плойочка такая, которая завевает, а делает кудри, такая круглая здесь, мне она очень не нравится, она просто ничего такого не делает, и просто путает иногда волосы, это очень долго, ну, наверное, если я сравниваю, может быть, еще с Дайсон, которых Недушка нам подарил, то Дайсон, конечно, великолепен, я просто стараюсь стать, что фотография Машули, которая, как она сделала себе прическу, буквально, там, за 20-30 минут, это было просто, на ее длинные волосы, это было супер, с короткими волосами нужно чуть-чуть повозиться, потому что короткие волосы, ну, сами понимаете, это, это, короткие волосы, это не длинные волосы, в общем, длинные волосы, конечно, очень, очень быстро длинные волосы укладывать этим феном Дайсон, он, наверное, даже не фен называться правильно должен, да, а стайлер, вот, потому что вы можете создать много стилей и причесок с насадками, которые идут в комплекте, ну, в общем, поэтому этому стайлеру мы ставим большую-большую жирную пятерку, десятку, сотку, а что еще, пылесос у нас, который есть, беспроводной, один сломался, я уже говорила об этой модели, мы, нам его заменили на тоже беспроводную, вообще, я, конечно, хотела Дайсон пробовать беспроводной пылесос, попробовать, цена у него тоже такая, знаете, приличная, по-моему, больше тысячи дирхам, ну, в общем, если что-то сломается, на данный момент у нас вообще три пылесоса дома, одни мы пылесосим на балконе, один беспроводной и один у нас еще обычный электролюкс, ну, как обычный, да, с емкостью для пыли и так далее, что еще, соковыжималку мы не так часто используем, но она потрясающая, она бомба, она просто делает сок идеально, без всяких ошметков и так далее, очень супер, но это потому что она мощная, все, ну, в принципе, тот фен, который я говорила, не фен, а этот для завивки волос, baby list, по-моему, мне не понравился вообще, то есть это лежит, может быть, я кому-то это подарю, а дам и так далее, вот, сейчас мы постараемся примерить вещи, ну и все, так вкусно пахнет уже едой, все, спасибо, что смотрели это видео до конца, оставляйте свои комментарии, спасибо Машеньке за помощь в съемке это видео, передаем всем, всем привет нашим друзьям, близким, родным, нашим подписчикам и увидимся в следующем видео, оставляйте свои пожелания, что бы вы хотели увидеть в следующих видео, целую, обнимаю, берегите себя своих близких. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok